Рад вас приветствовать, коллеги. Меня зовут Дмитрий. Я из компании Exponento. Компания Exponento является дистрибьютором продуктов Matlab Simulink. Я думаю, многие знают, что это за инструменты. Кстати, такой маленький опрос. Кто в работе использует Matlab Simulink? Где-то треть зала точно работает. И доклад сегодняшний близко связан к тематике FPGA. Сергей до этого говорил, что одна из рекомендаций снизить нагрузку на тестирование это использовать высокоуровневые средства, которыми является в том числе Matlab Simulink. И тема сегодняшнего моего доклада это генерация HDL-кода из модели Matlab Simulink. Вообще сначала пару слов о компании Exponento. Хотя мы являемся дистрибьюторами Matlab и Simulink, продавать софт это не то, на что мы вкладываем основное усилие. Основное усилие мы вкладываем на внедрение этого софта, чтобы на предприятиях действительно использовался в полную силу эти продукты. И одна из основных методологий вокруг этих продуктов это модельно-ориентированное проектирование. Когда вокруг различных этапов разработки идет построение модели. И эта модель переиспользуется на различных этапах. Мы, когда внедряем Matlab Simulink, часто это делаем на проектах. У заказчика есть проект. Кстати, один из проектов мы провели с промводом. Там разрабатывали модем. И во время, когда идет работа над проектом, то легче передать какие-то навыки. И сегодняшний доклад будет тоже один из примеров, который мы провели. Один из примеров проектов, который мы выполнили совместно. Где мы разрабатывали радиориенную станцию со следующими характеристиками. То есть там была настраиваемая скорость передачи. Это достаточно широкополосная радиостанция до 155 Мбит в секунду. Различные банки модуляции использовались. Думинарный турбокод с различными кодами. Интерполяция, передискретизация, эквалайзеры. И все это было на платформе ЦИНК ЗЦ706. Плюс от аналог девайс трансивер АДРВ. Который там один из трансиверов, который включает все преми-передатчики. Настраиваемый СДР платформа. Вот такой проект мы решили сделать по модельно-ориентированному проектированию. Дальше будет там статистика, сколько мы времени потратили. Сколько в итоге кода получилось. Это будет в конце. Пока я попробую описать основные шаги, которые мы прошли. Я, наверное, сначала, поскольку у меня есть часть демонстрации. Я, наверное, сначала пройдусь по презентации, потом покажу некоторые демонстрации, которые в этой презентации есть. Разработка по модельно-ориентированному проектированию начинается с построения системной модели. Вот здесь представлена системная модель в символинке. Я ее потом покажу вживую, как она работает. Под системной моделью понимается, что даже если разрабатывается какой-то алгоритм, то разработка этого алгоритма идет внутри целой системы. Так, например, если мы разрабатываем систему связи, то кроме системы связи, в системной модели обязательно участвует канал распространения. И в итоге системная модель будет включать в себе передатчик, канал распространения, приемник и различные эффекты искажения. Например, несогласованность тактовых генераторов, то, что рождает рассинхронизацию между приемником и передатчиком. Либо замирание в канале. Все это мы можем смоделировать в одной модели и посмотреть уже на самом начальном этапе, какие основные характеристики будут у системы, насколько мы выполняем техническое задание, насколько выполнимы требования, которые в этом задании заложены. И после того, как мы построили системную модель, и у нас стоит задача реализовать приемник и передатчик, мы уже эти отлаженные алгоритмы можем использовать как некий эталон. И, скажем, когда мы уже разрабатываем компонент, тот же, например, какой-нибудь кодек, кодер, декодер, то и что-то начинает неправильно работать, характеристики ухудшаются. У нас всегда есть эталон, с которым мы можем посмотреть, на каком компоненте или на какой части компонента происходит ухудшение характеристик, после какой трансформации этого компонента. Возможно, мы перевели в целочисленную арифметику не очень удачно, и это значительно сказывается на характеристиках всей системы. Очень важный момент, что у нас всегда есть теперь эталон, против которого мы можем сравниться, идя дальше по разработке. Запуская симуляцию, мы можем контролировать сигналы в системной модели. И вот это выход эквалайзера, где мы видим созвездие модулированного сигнала. Есть на самом деле два таких подхода к разработке в MATLAB Simulink, когда из библиотеки можно найти компонент, готовый для генерации кода, подставить этот компонент, настроить его параметры, нажать кнопку и получить HDL-код. И это идеальный случай. И, насколько я знаю, общаясь с разработчиками, многие ждут от Simulink именно этого, то, что давайте нам все компоненты, которые есть в системе, мы их выстроим, нажмем кнопочку и получим HDL-код. Ну, реальность немного не такая. Компоненты такие, конечно, есть, их достаточно много, но также есть более сложные системы, которые нужно составлять из более мелких компонентов. И вот в этом проекте, например, когда мы реализовывали дубинарный турбокод, мы пошли по этому пути. Когда у нас есть некий, был написан некий прототип на MATLAB, на языке MATLAB, который не приспособлен для генерации кода, это просто поведенческая модель, который мы использовали как некий эталон для того, чтобы уже составить структуру. Вот с правой стороны эта структура, адаптированная под аппаратуру, которая включает в себя... Ну, во-первых, она сериализована. Здесь не используется передача массивов данных. Все отчеты, все данные идут по одному отчету. Во-вторых, используются компоненты, которые специфичны для PLIS, например, там, блочная память. И вот этот перенос вот такой структуры к адаптации структуры к аппаратуре, к PLIS, это один из этапов, который идет, если мы разрабатываем какие-то сложные компоненты на базе Simulink. Следующим шагом идет перевод алгоритмов в фиксированную точку. Этот процесс почти автоматизирован полностью. Сегодня я, наверное, покажу демонстрацию. Когда у нас на предыдущем этапе был алгоритм, он был в формате плавающей точки, и поскольку мы хотим разрабатывать HDL-код, как правило, он целочисленный, нам нужно перевести этот алгоритм в фиксированную точку. Вот этот процесс в MATLAB Simulink автоматизирован. Следующий шаг, который выполняется при разработке компонентов, это конверизация. Тоже такой удобный способ есть в MATLAB Simulink, когда мы задаем, ну, там на самом деле два подхода. Либо инструмент сам проставит регистр конверизации на основе своего анализа компонентов. Например, если идет несколько операций умножения, он знает, что между ними нужно поставить конверный регистр для того, чтобы ускорить скорость работы этой схемы. Либо разработчик сам может в нужных местах поставить регистры. И там есть удобный механизм балансировки этих задержек для того, чтобы алгоритм продолжал работать. И после того, как мы пройдемся по этим шагам, мы можем нажать уже кнопочку и получить HDL-код. В целом, ну, видится, что такое тоже трудоемкий процесс, но он оказывается, ну, как показывает практика, он все же проходит быстрее, чем написание кода вручную, потому что все же язык более высокоуровневый и MATLAB Simulink, чем HDL. И есть некоторые инструменты автоматизированные, например, перевод в целочисленную арифметику, конверизация, которая значительно ускоряет процессы разработки сложных компонентов. Модельно-ориентированное проектирование дает нам нахождение ошибок на моделях. И это очень важно, потому что, ну, вот, опять же, это согласуется с предыдущим докладом, что искать ошибки трудно и очень хорошо, если мы найдем их как можно раньше. В этом проекте, ну, мы его выполнили, примерно поанализировали, сколько ошибок на каком этапе мы находили, и вот на отладке модели было обнаружено подавляющее большинство ошибок, то есть еще до того, как мы начали получать HDL-код, мы нашли какие-то несоответствия в модели, что алгоритм работал неправильно. Следующий шаг – это отладка захваченными данными. Когда мы захватываем уже данные непосредственно в реальном времени в сплат, и подставляем эти данные в алгоритм, и смотрим, как отрабатывает алгоритм. Почему это нужно сделать? Когда мы делаем синтетические тесты, мы можем какие-то ситуации не предусмотреть. Когда мы работаем с захваченными реальными данными, это уже более полное тестирование, и на этом этапе мы тоже часть ошибок можем обнаружить. Следующее тестирование, здесь сокращение фил-тестирования, это переводится как PLIS в контуре. Когда мы можем данные с модели подавать на PLIS через стандартный интерфейс Ethernet или PCI Express, алгоритм будет выполняться на PLIS, и результаты выполнения алгоритма можно обратно увидеть в моделях и сравнить, как HDL-код отрабатывает, и сравнить его с работой моделью, как он должен отрабатывать. И вот на этом шаге совсем небольшое количество ошибок мы обнаружили, потому что большинство ошибок уже было обнаружено раньше. И следующее тестирование, это использование логических анализаторов. На этом шаге мы также уже те ошибки, которые остались, доотладили, и их совсем, опять же, было немного. Ключевое на этом слайде как раз то, что подавляющее большинство ошибок мы находим на работе с моделями, а это достаточно легче делать, потому что не надо ждать синтеза, не надо... И в модели мы можем в любую точку практически мгновенно подключиться и посмотреть, как выглядит сигнал, сравнить его с ожиданиями. И вот один из примеров, почему нужно с захваченными данными отлаживать. Потому что, когда в данном примере у нас была реализована функция отключения эквалайзера, и мы не понимали, почему после того, как мы отключаем эквалайзер, у нас перестает работать одна из модуляций, там, КАМ-16. И выяснилось, что просто, поскольку эквалайзер, одна из его функций, это выравнивать созвездие, после его отключения мы просто, наше созвездие было слегка повернуто, хотя и оно как бы проходило просто по замкнутой петле. И это можно было увидеть только на захваченных данных. Используя тестирование захваченными данными, можно отловить еще больше ошибок. Работая с моделями, мы можем получить какую-то первую итерацию рабочую, и дальше, если необходимо, ее оптимизировать, опять же, оставаясь на уровне моделей. Так, например, в этом проекте первый результат, который мы получили, это вероятность ошибки, требуемая на отношении сигнал-шум, там, 9 дБ. И это несколько было хуже, чем ожидалось. Поскольку у нас был эталон, мы поанализировали, что приводит, поднялись на уровень системной модели, и поанализировали, что приводит к такой ошибке, почему она появляется, и она больше теоретически, которую мы ожидали. И мы нашли там некоторые шаги, которые нужно сделать, то, что там эквалайзер нужно поменять, уменьшить его шаг моделирования, увеличить количество итераций кодека, что привело к ожидаемым уже характеристикам. То есть процесс модельно-ориентированного проектирования, он подразумевает, что это тоже итеративность, есть итеративность, если мы получаем на тестировании какой-то неожиданный результат, мы можем вернуться на модель и посмотреть, как мы можем исправить это на модели, получить дальше код. Конверизация, про это я тоже говорил, то, что у нас есть инструменты автоматической конверизации при генерации HDL кода. Покажу это подробнее на демонстрации. Так выглядит, как схема преобразуется, добавляются регистры конверизации и тем самым увеличивается скорость обработки входных данных. Следующий слайд посвящен оптимизации HDL кода. Один из вопросов, который я хочу отдельно там рассказать, и этот вопрос, который чаще всего задают, и наверняка здесь его можно было бы тоже задать, но я пойду на опережение, отвечу на него. Насколько оптимальный можно получить, насколько качественный можно получить, HDL код с помощью генерации кода. И тут ответ на этот вопрос такой, насколько качественную модель можно построить, и от этого сильно будет зависеть качество HDL кода. Ведь даже программируя на Virilogic или на VHDL можно получить разное качество в итоге прошивки. Также и на MATLAB и Simulink, имея разное качество кода, можно получить разного качества на выходе HDL код. И вот на этом проекте, что мы получили, то, что у нас проект, один из компонентов, вносил в синтез, то, что он не разводился с нужными таймингами, и после того, как мы подправили непосредственно сам MATLAB код, увеличили его сложность немножко, то мы, во-первых, получили на 50% меньше ресурсов, потребляемых лутов, и у нас проект начал разводиться. То есть тут идея такая, что мы можем оптимизировать алгоритм на уровне самого, ну, оптимизировать код на уровне самого алгоритма. Например, у нас используется фильтр, можно поменять порядок фильтра, уменьшить его, и посмотреть, как это на всей системе отражается. После того, как мы получили HDL-код, мы потестировали его с имитатором канала, увидели здесь то, что при тестировании на имитаторе канала мы получили примерно те же результаты, которые видели на системной модели еще в самом начале моделирования. И вот ключик, как бы, если делать выводы, за счет чего можно ускорить разработку, используя MATLAB Simulink. Во-первых, есть большая библиотека готовых блоков, и можно переиспользовать блоки из других проектов, что мы часто делаем. Большой процент нахождения ошибок на моделях, примерно 95% было найдено на моделях, тоже ускоряет значительно скорость разработки. Ну и некоторые инструменты автоматизации, там это поиск переполнений, при переводе в целочисленную арифметику, конверизация, они тоже сокращают время разработки. И вот некоторая статистика, сколько мы выполняли этот проект. Сам проект длился где-то календарно 10 месяцев, но он так был несколько растянут во времени. Если сконцентрировать, сколько мы на самом деле им занимались, то это было 4-5 месяцев. И из этого времени на получение первого прототипа где-то ушло 3 месяца, на оптимизацию и доводку еще один месяц и на повторное тестирование и на тестирование с измерительной аппаратуры где-то еще один месяц ушел. На выходе мы получили 250 тысяч строк HHDL кода. И по этому параметру конечно сложно поскольку это генератор кода сложно судить насколько этот код трудоемок был бы для программиста, написал бы он его вручную. Но в целом мы так посчитали, что даже если сократить это количество в несколько раз, то примерное количество строчек кода можно написать за большее время чем 4-5 месяцев. Ну, несколько раз тоже. И вот, наверное, еще одна секция моего доклада это ответ на вопрос насколько качественный сгенерированный код мы можем получить. у нас был такой один из проектов где были разработаны модели в Simulink некоторых блоков это интерполятор фэру квадратурный компенсатор искажений компенсация постоянной составляющей и эти блоки они уже были реализованы на Simulink Дальше компания-разработчик шла по классическому подходу эти блоки Simulink давались программистам и программисты использовали их как источник информации для себя переписывали его эти блоки на ВЕЖДЛ или ВЕРЛОГ и таким образом у заказчика было с одной стороны модели с другой стороны код написанный вручную который полностью соответствует этим моделям в этом проекте мы попытались понять насколько качественный код мы можем получить с помощью генерации кода мы взяли модели которые давались программисту настроили их и получили ВЕЖДЛ код и в итоге следующие получили результаты можно видеть что по ресурсам и по таймингам по максимальной частоте работе кода мы где-то выше где-то ниже сгенерированный код по качеству но в целом это примерно одинаковые цифры и в некоторых местах например в интерполяции феру мы даже в несколько раз меньше лутов используем и дальше несколько слайдов почему так получилось мы получили первую итерацию это вот интерполятор феру сгенерировали код из него и получили на первой итерации количество лутов там 2500 и это как бы хороший неплохой результат но этот код работал еще на частоте всего 27 мегагерц а надо было чтобы он работал на частоте 250 как минимум мегагерц нам пришлось мы сделали следующую итерацию где оптимизировали операции с фиксированной точкой с фиксированной точкой и при этом у нас значительно сократилось потребление ресурсов на где-то до 770 лутов ну и немножечко подросла частота с которой может работать эта схема до 40 мегагерц следующим следующей итерацией было повышение скорости для этого использовалась конверизация после конверизации мы получили максимальную частоту где-то 540 мегагерц это семейство вертекс по-моему шестой и ну количество ресурсов увеличилось до 1500 но поскольку нам не нужно было чтобы схема работала на 500 мегагерц а было достаточно 200 мы немножко сократили параметры конверизации и оптимальный результат который мы получили это код работающий на частоте 286 мегагерц по ресурсам уже где-то около 1100 лутов потреблял то есть последовательно оптимизируя модель мы можем приблизиться к тем параметрам характеристикам кода которые на уровне такого же кода если его пишет программист поэтому же по этим методологиям наша компания решила сейчас разрабатывать некоторые IP-ядра по нескольким тематикам там это кодеки различные LDPC например кодеки и если вам интересно посмотреть какие наработки у нас есть по IP-ядрам есть ссылка можете скачать каталог и все эти IP-ядра они были разработаны по той методологии которую я сегодня показал по модельно-ориентированному проектированию у меня осталось там еще демонстрации сейчас у меня есть тут я хотел бы вернуться к некоторым этапам то есть вот эта системная модель которая была построена давайте посмотрим как с ней можно поработать для того чтобы оценить параметры системы то есть в первом случае у нас модель параметризированная мы можем выбрать там например какой банк модуляции используется сейчас используется CAM64 при этом выбрать параметры есть ли замирание есть ли шум и запускать запустив симуляцию можно получить оценку по вероятности ошибки которая возникает при передаче информации через такой радиоканал в хал м в в Мы видим, что у нас система работает стабильно при таких параметрах, но дальше мы можем узнать, а как будет система отрабатывать, если, например, у нас в канале появится замирание. Можем включить замирание. И видно, что в какие-то моменты система начинает неправильно работать, созвездие разваливается. При этом мы можем посмотреть, с какими параметрами система будет при таком канале работать. Для этого можно, например, поменять модуляцию на QPSCAN. Повторно запустить. Выключить. И видно, что уже с этой модуляцией у нас система отрабатывает и в канале с замираниями. Мы получаем нулевую ошибку. То есть системная модель вот таким образом дает нам возможность поисследовать, как система будет отрабатывать в различных сценариях еще до того, как она реализована. Следующая часть, которую я хотел бы сказать. Хотел бы показать. Это вот реализация одного из компонентов, дубинарный турбокодек. У нас, когда мы реализовываем, есть эталонная модель. Это вот эта верхняя ветка. И модель, которая уже подготовлена для генерации HDL-кода. Мы можем запустить симуляцию. Посмотреть, что обе реализации работают примерно одинаково. Мы видим, что у нас есть канал с шумом. Отношение сигнал-шум 2 дБ. И можем видеть, что эталонный кодек и тот, который подготовлен для генерации HDL, он примерно одинаково работает. Дальше следующий шаг. Мы можем сгенерить HDL-код уже из этого компонента. Я заранее сгенерировал. Здесь стоит генерация HDL-кода. Мы можем генерировать как HDL, так и Verilog-код. И видно, что мы получаем такой код. Он достаточно читаемый. Хотя не рекомендуется, конечно, его править вручную. Лучше что-то поменять в модели и перегенерировать код. Но если там бывает, что нужно посмотреть, как выглядит код, то это можно сделать. Получается такой достаточно чистый код. При этом есть навигация между моделью и кодом. Мы можем посмотреть, например, в каком месте кода реализована вот эта транзакция конечного автомата. Либо наоборот, перейти из кода к модели, посмотреть, где реализована к модели. Талинная строчка в коде помогает анализировать. Талинная строчка в кода. Так выглядит структура. Структура подготовлена к генерации кода. Можно видеть, что тут уже код переведен в целочисленную арифметику. Типы данных int, нигде нету double. И вот этот процесс, он выполнен автоматизированно через инструмент, который называется Fixed Point Tool. Как он выглядит, мы можем выбрать компоненты, которые хотим перевести в целочисленную арифметику. Собрать статистику диапазонных сигналов. И под эти диапазоны будет подобрана и разрядность. Мы можем выбрать эту разрядность, там 16 бит, например, либо 8 бит использовать. Либо запустить процесс оптимизации, который подберет в том числе и разрядность, исходя из заданной погрешности на выходе сигнала. То есть мы задаем на выходе, какую погрешность мы хотим получить сигналов. И он автоматизированно подберет разрядности каждого из сигналов. Такие инструменты есть у нас. И заканчивая доклад, я хотел бы сказать, что если у вас есть какой-то проект, который вы хотите попробовать с этими инструментами, вы можете к нам обратиться, и мы поможем совместно провести такой проект. И действительно показать, что можем ли мы ускориться или нет, используя модельно-ориентированное проектирование. Если есть вопросы. Спасибо. Никита Малышев, Remex. Насколько я знаю, в системе присутствует возможность ко-симуляции, то есть возможность моделирования, подачи данных тестовых и сторонних HDL-систем, симуляции, как ModulSiv, например, и уже отработка их в системе Simulink или MATLAB. Вопрос заключается в том, что, насколько я помню из вебинаров, экспоненты, что в какой-то момент, я не помню, года два назад, вы поддерживали только ModulSiv, насколько я помню. У меня вопрос, есть ли какой-то открытый API, то есть могут ли сторонние разработчики подключиться к, ну, разработать свой модуль и, соответственно, взаимодействовать по такому интерфейсу, который уже у вас налажен, только уже сделать свои системы. Спасибо. Ну, сейчас поддерживаются две системы, кроме ModulSiv, ну, и Quest, что одно и то же, там поддерживается еще Incisive от Cadence, если я правильно произношу. Вот, а по поводу открытого интерфейса, насколько я знаю, его нету. То есть это… Закрытый, да? Закрытый интерфейс от компании ModulSiv, ну, как бы, если стоит задача интегрировать ваш софт, насколько я понимаю, сюда в Simulink, то, ну, вообще, в целом, мы можем направить запрос в компанию ModulSiv и получить от них какой-то ответ, насколько это вообще реально. Спасибо. Все идет от производителей другого софта, насколько, ну, у них есть своя программа по интеграции софт-третьих лиц в Simulink. Ну, я понял, но в России вот все взаимодействие через вас, по сути, да, через экспонент. Да. Я понял. Хорошо, спасибо большое. Ну, ничего, пускал. В Simulink нет. Клоков на блоках. Соответственно, некоторые части, то есть, определяются самим MATLAB'ом, соответственно, в них могут быть некоторые ошибки. Я сам сталкивался с такими ошибками, что поведенческая симуляция не соответствует. Как здесь с этим борются, какие подходы вы используете для того, чтобы таких ошибок не возникало? Ну, если я правильно понял, то, что нет клоков, в явном виде действительно то, что в Simulink нет сигнала клок, и он задан здесь неявно. Через частоту дискретизации сигналов, вот, ну, частота дискретизации сигналов, она в этой модели подсвечена, вот, там, разными цветами. Каждый цвет – это своя частота дискретизации сигналов. И когда мы генерим HDL-код, то, ну, информация берется из свойства вот частоты sample time. У каждого блока там есть sample time. И, ну, как бы, в итоге мы, если у нас есть вот элемент задержки, и мы сгенерим из него код, то мы получим код с сигналом клок, конечно, который подразумевает, что частота работы этого сигнала будет, ну, равняться той, что задано в модели. То есть, работа с клоками, она есть, просто она неявно задана. А по поводу того, что есть несоответствие между моделированием и сгенерированным HDL-кодом, мы на практике тоже такое встречаем. Здесь надо с каждым конкретным случаем разбираться. Если у вас есть что-то, ну, мы можем просто обсудить это. Здесь надо, ну, более индивидуально подходить уже к самой проблеме, смотреть из-за чего. Мы встречали такие, ну, почему есть несоответствие между сгенерированным кодом и HDL-кодом, и моделью. Бывают разные случаи. Бывает, что там ресет, ну, вот у нас был случай, что ресет не в тот момент срабатывал. То есть, ну, и каждый раз это какой-то новый случай, нужно просто смотреть детально ваш проект. Еще есть один вопрос. Вы говорили о блоках памяти. Соответственно, у большинства производителей ПЛИС, они платформозависимые. Насколько я знаю, код HDL, он генерится вне зависимости от платформы, на которой будет запускаться. То есть, как дальше происходит специализация кода при синтезе под какую-то конкретную платформу? То есть, как он понимает, что это именно блок RAM, а не лут, например? Ну, это делается на уровне компонентов. То есть, в библиотеке мы можем выбрать такой компонент, как блочная память, и его использовать. И тогда в сгенерированном коде точно из него будет блочная память использоваться. А, то есть, это именно от библиотеки Simulink идет, да? Да, в библиотеке Simulink есть, ну, соответственно, компонент блочной памяти. Мы можем его использовать либо в некоторых компонентах, вот, например, в задержке. Это может быть то, что если длинная задержка, есть свойство, чтобы она была реализована на блочной памяти. Ну, это просто надо в компоненте задать свойство, что у некоторых компонентов есть такое свойство. Но, как правило, это просто использование библиотечечного компонента блочной памяти. Спасибо. Здравствуйте. Спасибо за доклад. А вот такой вопрос. Предположим, что у меня есть некоторая система на кристалле, и она там общается между своими модулями по какой-то системной шине. Акси и АХБ мне суть важны. И я вот сгенерировал какой-то модуль при помощи данного тулла. Есть ли возможность сделать так, чтобы входы и выходы этого модуля были стандартизированы по какой-то системной шине или нет? Да. Один из режимов генерации кода – это получение IP-ядер. И тогда, например, вы получите IP-ядро, которое в EWADA просто интегрируется как блок. И там для каждого входного сигнала, вот, например, у нас есть компонент, у него два входных сигнала, мы можем задать тип интерфейса и там указать, что это будет, например, Акси-стрим интерфейс, и тогда у компонента, соответственно, будет Акси-стрим. Либо можем указать, что это Акси-лайт, и тогда это будет там по Memory Map подаваться как параметр. Ну, такая возможность есть, назначить тип порта для компонента. Алексей Крементьев, Радар ММС. Возник вопрос, а может ли система генерировать блок с динамически меняющимися параметрами? Вот простой пример. Нужен фир-фильтр с разной полосой. То есть мы должны изменить коэффициент децимации и, соответственно, коэффициенты пересчитать. То есть можно ли это сделать такой блок? Ну, если мы говорим о фир-фильтре, то там есть опция сделать коэффициенты, подгружаемые внешними. Ну, там, они будут не статически заданы, что по умолчанию, а их там через порт дополнительный можно будет подгружать. Такое можно сделать. Либо, ну, в общем случае, можно из базовых блоков тоже собрать какой-то, ну, свой интерфейс, свой какой-то фильтр, где, ну, реализовать вот это динамическое поведение. В целом, ну, можно по аналогии, то, что мы на HDL можем написать, то же самое мы можем сделать, но в виде каких-то базовых блоков. Тут вообще нет ограничений. Если мы что-то можем написать на HDL, то же самое можно сделать на симулинке из базовых блоков. А вот когда генерируется какой-нибудь даже тот фильтр, он учитывает архитектуру кристалла? У нас же многие кристаллы, они специально заточены под реализацию фильтров, то есть у них умножители специальными колонками расположены. Есть такой компонент здесь, как, например, mac-операция, multiply and add. И если использовать вот этот компонент из библиотеки, то да, из него прям будут подхватываться вот эти DSP48 элементы, которые, ну, как бы внутри будут учитывать оптимизацию. Нужно специальный блок из библиотеки использовать, тогда да. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok